Здравствуйте! В эфире телеканал АЖТСУ. Вы смотрите программу «Сегодня» в студии журналист Антон Хатиновский. Январь месяц – это не только первый год Нового года. В январе месяце происходит несколько значимых событий для православных христиан всего мира. И одно из таких событий – это праздник Светлого Рождества Христова. С тем, чтобы поговорить о православных праздниках и, в частности, об этом знаменательном событии, мы пригласили в студию программы «Сегодня» священника Русской Православной Церкви Александра Матлашова. Здравствуйте! Здравствуйте, отец Александр! С праздником Рождества Христова поздравляю! Очень значимый действительно и светлый праздник в январе. Да, действительно, есть и еще значимый праздник – это Крещение Господне. Но в целом, конечно же, первый такой праздник в календаре этого года, Нового года – это, конечно же, Рождество Христово. Скажите, пожалуйста, отец Александр, как традиционно празднуют этот праздник православные христиане? Да, впрочем, наверное, и многие другие люди, которые, скажем, не слишком православные, не слишком верующие, но, тем не менее, считают, что его надо непременно отметить в семейном кругу. Как правильно встречают Рождество Христово? Ну, давайте начнем с того, что, конечно же, праздник-то этот все-таки религиозный. И если говорить о том, как правильно, то, конечно же, в идеале правильно его почтить молитвой в храме. И начать этот праздник встречать именно с молитвы церковной. К сожалению, не все так просто в этом году в условиях пандемии, к сожалению, не все так просто в связи с ограничительными мерами. Но, тем не менее, если есть такая возможность хотя бы посетить храм, вот, в ночь, например, вечером ли накануне, или самый день праздника, и помолиться хотя бы вот личной такой собственной молитвой, наверное, это будет более правильно. Начать именно с этого. Все-таки праздник этот рождение Христа Спасителя, пришествие в мир Сына Божьего. Поэтому и начать его нужно с тем, чтобы вознести хвалу, благодарность, выразить свое почтение именно родившемуся Богомладенцу Христу. Ну, а затем уже, конечно же, этот день должен быть посвящен и ближним, и очень важно, конечно же, проявлять милосердие не только в самый день Рождества. Вот последующие дни, как мы знаем, они называются святками, то есть, по сути, святые дни. Да, есть определенные народные традиции, принято в эти дни ходить друг к другу в гости. При этом есть такая традиция петь калятки, то есть, славить родившегося Христа. Таких людей называли Христославы. Они приходили в дома верующих людей и песнями, стихотворениями какими-то прославляли родившегося Христа. Ну, из-за этого им, конечно же, давали какие-то вкусности, угощения. Это довольно древняя такая традиция ходить на калятки. Но при этом очень важно не забывать и благотворительность. Об этом говорит святитель Иоанн Златоуст, и многие другие церкви этому учат. Этому учит нас художественная литература, например, да? Очень много рассказов, сказок, историй, связанных именно с Рождеством Христовым, и все они учат благотворительности. Ну, например, как, например, человек один ждал, что к нему придет сам Христос, и к нему трижды приходил там сирота, странник, нищий, и он всех их принимал и все ждал, когда же придет Христос. И вот в конечном итоге он выяснил, что Христос-то к нему трижды уже приходил в лице этого сироты, там странник, который заходил, нищий, который попросился у него. Но вот таким образом нас учит и церковь, и даже вот, как мы видим, околоцерковные традиции тому, чтобы быть милосердными по отношению к тем, кто нуждается в помощи. Ведь и для них тоже пришел Господь, и для них этот праздник тоже. И разделить свою радость, конечно же, очень важно и с ними. Вот, собственно говоря, как более правильно встретить? Побыть на богослужении, помолиться Богу, поблагодарить Его, вознести ему хвалу, разделить этот праздник с ближними и не забыть нищих, тех, кто нуждается. Вот, я думаю, хорошая формула проведения праздника Рождества Христова. Вы знаете, в канун Рождества, да и после, принято такое поверье. Все гадают то на жениха, то на будущее. Вот как к этому относится православная церковь, вообще к гаданиям? Хотя, знаете, многие пишут, что это даже в художественной литературе, о коем вы упомянули, тоже описывается о том, что люди как-то пытались узнать свое будущее, погадать. Насколько православная церковь относится к таким делам? Ну, отношение, конечно же, однозначно отрицательное, потому что сами по себе гадания, обращения за помощью к нечистой силе, в принципе, в любое время года является грехом, но в данном случае как бы оскверняют вот эти самые святые дни праздника. Я думаю, что здесь не без вражеского замысла, то есть и враг рода человеческого не дремлет, пытаясь исказить, осквернить, уничижить вот эти святые светлые дни праздника. И таким образом действительно в народе возрастали из древних пор вот такие вот традиции, которые всегда не находили отклика со стороны церкви, конечно же, к которым всегда церковь относилась с предосуждением и предостережением своих чад от того, чтобы участвовать вот в таких вещах. Даже самые безобидные, как порой кажется, гадания отнюдь не являются безобидными. Это уже есть нарушение заповедей Божьих, воли Божьей и осквернение дней праздника светлого. Это, конечно же, неправильно. Здесь нужно все-таки, если человек действительно христианин, задумавшись о том, чье рождение мы вспоминаем, остаться верным ему, то есть Иисусу Христу, родившемуся, остаться верным ему и отнюдь не идти на поводу у врага, рода человеческого, дьявола, бесов, которые внушают, чтобы в чем-то таком поучаствовать, открыть для себя что-то и так далее. Это, конечно же, серьезный соблазн, наверное, который перекликается с соблазном еще в раю, когда Адам и Ева хотели получить познание, от дерева познания добра и зла. Ну, наверное, поэтому этот плод настолько вожделенен и, как кажется, сладок. Но плоды, вернее, так скажем, результаты этого вкушения будут горькие. Лучше от этого воздержаться. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то рекомендации к праздничному столу? Ведь, естественно, что без застолья праздничного не обойдется. Что обычно православные в этот праздник ставят на стол? Дело в том, что празднику Рождества Христова предшествует пост. В течение 40 дней христианин готовится к встрече этого праздника, воздерживаясь от скоромной пищи, совершая скетические подвиги, очищая сердце покаянием и так далее. Ну и, как следствие, после поста приходит разрешение на скоромную пищу, разрешение поста, да, или, как мы еще называем это, разгавление. Ну и, собственно говоря, на стол ставится праздничная пища, уже не скоромная, включающая в себя и мясные блюда, и молочные, и так далее. Ну, принято считать в народе такой традиционной для Рождества пищей кутью, но это не совсем так, это пища сочельника, то есть дня предшествующего Рождеству, когда еще более делается такой строгий пост, и после первой звезды по традиции вкушается немного вот этого самого колева или кутьи, поэтому это более пища сочельника, а на самый праздник Рождества уже нет никаких ограничений в плане того, что именно вкушать, то есть мясную или молочную пищу и так далее. Человек, пост завершается и разрешается вкушение любой пищи, но есть и определенные правила, конечно же, это умеренность, то есть можно выпить и хорошего, доброго вина в компании доброй, благочестивой, и возвеселить этим еще сердце, прославить Господа, а можно оскорбить, опять же, осквернить праздник, чрезмерно употребив это же вино. Поэтому во всем должна быть золотая середина и чувство меры. Точно так же и вкушение пищи скоромной может ведь и повредить здоровье, особенно после длительного поста. Поэтому нужно подходить с благоразумием и умеренностью, и все будет замечательно. И радость этим только подчеркнется. Это все те мелочи, которые подчеркивают радость, дополняют ее. Цвета облачений мы меняем, например, на белые, что уже внутренне настраивает нас. Разрешается вкушение пищи обыкновенной, скоромной, что, опять же, подчеркивает и усиливает радость. Все эти вещи очень важны и входят даже в какой-то мере в устав церкви. То есть это ведь, например, регламентированное уставом, что вкушать. Поэтому все это очень важно. То есть даже спиртное в умеренных количествах не возбраняется. Да. Хотя православная церковь, насколько мне известно, такие вещи очень-то не приветствует. А у нас, как правило, люди уже сделали это чуть ли не традицией. Спиртное присутствует абсолютно везде. Любой праздник не обходится без присутствия. Дело в том, что, к сожалению, у нашего народа, у русского народа и, в общем-то, других народов нашей страны нет, к сожалению, культуры употребления спиртных напитков. В то время, как, например, у тех народов, где испокон веков возделывание винограда было, у них это есть. У них, например, ежедневно использовать вино – это в порядке вещей. В столовых целях они, кушая пищу, используют не компот, не какой-то напиток, не сок, а вино. Домашнее, некрепкое вино. И причем это делают даже дети. Но у нас, к сожалению, то ли нет какого-то гена, который их сдерживает от зависимости от алкоголя, то ли еще по каким причинам. В любом случае, к сожалению, мало кто из нашего народа обладает чувством меры. И поэтому иногда куда лучше вообще не касаться этого, если нет меры или, проще говоря, по-народному нет тормозов, конечно, лучше воздерживаться от этого. И не омрачать праздник. Да, конечно же. Не омрачать, не осквернять, порадоваться духовной радостью. Это в первую очередь. Но если есть возможность такая, да, скажем, человек не испытывает пристрастия к вину, если он выпьет бокал хорошего вина, это тоже ему не повредит, лишь только согреет душу, согреет сердце. Вы знаете, сразу за Рождеством Христовым, буквально через несколько дней, идет еще один большой праздник грядет, это Крещение Господнее. В этом году какие планирует Православная Церковь провести мероприятия? Будут ли традиционные купания? Вот немного не могли бы вы проанонсировать вот эту праздничную программу, поскольку Крещение тоже очень важный праздник. К сожалению, достоверно, пока ничего не могу сказать, но есть у меня представления, кое-какие, конечно же, собственные, из собственного опыта. Вероятнее всего, крещенских купаний традиционных непосредственно при храмах не будет все в связи именно с тем, что продолжается ведь пандемия, продолжаются заболевания распространения. К сожалению, в этом году мы должны приноравливаться к существующим правилам. Как будет, скажем, раздаваться та же святая вода, мы еще тоже пока не задумывались, не размышляли. Вероятнее всего, что-то придется делать на улице какие-то, выводить краны и так далее. В общем, трудно пока сказать. Дело в том, что мы, во-первых, и законодательно ограничены, есть определенные ограничения, то есть до 50 человек может присутствовать за богослужением, запрещаются коллективные массовые мероприятия. И вполне это закономерно, потому что действительно есть заболевающие, и есть необходимость в этих мерах, здесь никуда не денешься от них. Ну а как именно будем мы распространять, например, святую воду, пока еще я затрудняюсь ответить. Мы будем позже этот вопрос решать, уже ближе к празднику. Тем не менее, богослужение будет у вас. И как оно будет проходить? Богослужение будет проходить в любом случае, даже если будет в закрытом формате, но тем не менее оно будет совершаться. Мы даже в самый строгий карантин, мы совершали богослужение без людей, самостоятельно, тем не менее, чтобы молитва, она не прекращалась, не пресекалась, чтобы молитва всегда была в храме, и тем более божественная литургия, что совершалась. Также точно вероятнее всего будет и праздник крещения Господня. Скорее всего, будет в закрытом формате. Дело в том, что, видите, в чем затруднение это. Стечение народа бывает очень большим, особенно праздник крещения. И как мы можем регламентировать, да, вот вы 50 человек зашли, остальные вот все, уходите или выходите на улицу, на улицу стойте. Это же даже неэтично, на мой взгляд. Поэтому куда правильнее, ну, ограничено, вот, скажем, в закрытом формате провести богослужение отдельно, но оставить при этом возможность людям прийти в храм, поставить свечу, собственно, как вот и в этот раз на праздник Рождества мы приняли решение исключить богослужение ночное, как это обычно было принято. Но оставить храм ночью открытым, чтобы люди могли прийти, хотя бы поставить свечу, вознести свои молитвы Богу, помолиться за близких. То есть не лишать людей, вот, в надежды, я думаю, это правильно. Надежды, упование на Бога, возможности, вот, почерпнуть эту самую надежду, так недостающую сейчас. Это очень важно. Ну, и контролировать такую толпу, скажем, за богослужение мы просто не сможем. Такое количество людей мы не сможем ограничить, не сможем контролировать, поэтому пришлось пойти на такие меры. Вероятнее всего, что и крещение будет в таком же формате. Скажите, пожалуйста, отец Александр, насколько сегодня ряды верующих православных христиан большие? То есть приходят ли новые прихожане, увеличивается ли количество верующих? Или наоборот, что-то происходит такое, что заставляет людей отвернуться, скажем, от Бога, от истинной веры, от чего-то там духовного? Или, может быть, наоборот, в такой сложный период люди все чаще стали задумываться о Всевышнем? Ну, действительно, появляются новые прихожане. Вот в нашем приходе есть несколько постоянных прихожан, которые появились не так давно. Люди появляются, но в то же время сейчас судить о том, какова, например, община, очень трудно, потому что многие люди находятся в группе особенного риска. Это пожилые люди. И на данном этапе многие из наших прихожан, прихожанок пожилого возраста воздерживаются от посещения богослужений, будучи в группе риска, либо очень крайне редко это делают. И поэтому сейчас, насколько приход обеднев или полнее стал, очень трудно судить, потому что люди вот таким образом многие воздерживаются. Мы не оставляем их заботой, мы посещаем их в домах, мы их окормляем духовно. Вот это, конечно же, обязательно присутствует, такое служение в нашей церкви. Но, тем не менее, говорить о том, насколько прихожан больше стало, очень трудно сейчас. К тому же, сами по себе эти ограничения, то есть до 50 человек, может одновременно за богослужением молиться, там, соблюдением дистанции и так далее, но тоже этому неблагоприятствует, понять, сколько же прихожан там, и насколько у нас приход добавился или убавился, пока трудно сказать это. В одной из наших прошлых встреч вы говорили о том, что в связи с пандемией Православная Церковь и многие другие духовные организации стали работать в режиме онлайн, то есть посредством интернета. Продолжается ли такая работа на сегодняшний день, и что делается? Конечно, продолжается. Все так же точно у нас этот портал Казахстанской метрополии, он был и до пандемии, то есть это не ответ на вот такие вот ограничительные меры. Однако, это уже готовая была площадка для этих мер. Также точно канал Семеречи на YouTube. Ну и я также продолжаю вести свой канал, канал священника Александра Матвашова. Также точно отвечаю на вопросы, если кто-то задает в комментариях, комментирую какие-то праздники, поздравления, делаю с праздниками, проповеди выкладываю туда в сеть интернет. Так что, конечно же, продолжается, потому что, еще раз говорю, не каждый может посетить храм, и это очень актуально и по сей день. Но, тем не менее, пища духовная нужна. Конечно, без этого никак. Скажите, пожалуйста, отец Александр, мы вернемся опять же к Рождеству Христову. Но, скажите, пожалуйста, какую молитву принято читать православные? Какие молитвы должны читать в этот день православные перед иконами? Что должны желать им? Что должны просить, может быть? Ну, есть специальные, уже, так скажем, готовые молитвы. Это тропарь и кондак праздников. Большинство православных верующих людей их знает наизусть. Это Рождество Твое Христе Божий Нашего, Сея Мира и Святого Разума, и так далее. Не буду полностью приводить их. Но, обыкновенно, эти молитвы, краткие тропарь и кондак, которые говорят нам об этом празднике, напоминают о нем, раскрывают суть его, они читаются, скажем, перед совместной праздничной трапезой, предваряют чтение утренних, вечерних молитв и так далее. Но, в целом, я думаю, что, как и всегда, и во всем мы должны придерживаться такого образа молитвы, к которому учили нас и святые отцы. То есть, сперва благодарить Бога за все его благодеяния, затем просить прощения за свои проступки, грехи, и в конце, уже потом, только после этого, обращать какие-то свои мольбы к Нему и просьбы. Это наиболее благоприятный образ молитвы, потому что, действительно, благодеяния Божии бесчисленны к нам, за них всегда надо благодарить. Наши грехи тоже, как говорится, бесчисленны песка морского. Тоже стоило бы всегда попросить у Бога прощения, как у любящего Отца. Ну и потом уже только обращать какие-то свои просьбы с верой, что Бог откликнется, поможет. И, зная о том, что Он, в принципе, и знает об этих нуждах, но, тем не менее, ожидает, чтобы мы к Нему обратились, помолились, попросили Его. Вы знаете, вот в Новом году все на Новый год строят какие-то планы, я имею в виду, на предстоящий весь год. Какие планы строит на сегодняшний день Русская Православная Церковь в этом году? Что-то может быть необычное, что-то, может быть, планируется ввести, нововведения? Ну, вы знаете, из всего, что все-таки можно отнести к планам церковным, это планируется широкое празднование дня представления князя Александра Невского. Вот в этом году планируется повсеместное такое празднование этого события. Ну, а так, в целом, вы знаете, что, говоря о планах, можно заметить, есть даже такое выражение «хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах». То есть мы предполагаем, как древняя поговорка русская говорит, а Бог располагает. Что будет, как будет, трудно сказать. Мы должны отчетливо понимать, я думаю, все это осознают, что как бы с переменной цифр в календаре, пандемия та же никуда не ушла, проблемы особо так никуда не делись. Здесь в этом плане нужно, ну, подходить реалистично к этому вопросу и отсюда уже строить, так сказать, те планы и тогда, когда мы уже вплотную подошли к тому или иному событию. Опять же, возвращаясь к празднованию Рождества и Крещения, мы буквально до последних дней не знали, как, что проводить, связываться с этой проблемой было очень трудно. Сориентироваться, построить какие-то планы. И все уже решалось буквально в последние минуты. Поэтому говорить о том, что там будет, как будет, какие именно мероприятия, трудно сказать. Как говорится, на все воля Божия. Да. Как Бог устроит, время покажет. Спасибо большое, что Вы нашли время прийти к нам сюда в студию. У нас буквально несколько минут до завершения нашего сегодняшнего эфира. И у Вас есть такая возможность пожелать нашим гражданам что-то от души в этот светлый, добрый праздник. Ну, или, может быть, я не знаю, как, насколько это правильно, может быть, даже благословить. Благодарю. Иисус Христос родился кротко и смиренно. Он пришел не в виде грозного царя, не в виде какого-то такого властного повелителя, а пришел кротким и смиренным, и даже в таком виде. Родился не в царских палатах, и даже не в жилище обычном, а в пещере для скота. Положен был не на простыни белоснежные, льняные или шелковые, а в кормушку для скота в ясли. Его пришествие и то было таким кротким и смиренным. И он учит сам. Научитесь ли меня, говорит, кротости и смирению. Я, говорит, кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Вот этого покоя, или иначе сказать, мира душевного, искренне всем желаю. Дороже него, по слову Серафима Саровского, преподобного, ничего нет. Стержи дух мирен, он говорил, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот этого духа мира, созидания, и желаю всем вам в праздник Рождества Христова и в последующие светлые дни. Старайтесь возыметь мир и упование на Бога. И тогда все, что вне, это окажется вне. Внутри будет тишина и покой. Внутри будет сам Христос в сердце. И никакие внешние нестроения, скорби и бури не поколеблят этого мира. Вот, собственно говоря, ценнее этого, я думаю, ничего нет. Особенно в наше неспокойное и трудное время. Желаю искренне вот этого мира. Ну, а также, конечно же, здоровья тем, кто сегодня особенно нуждается, тем, кто болен скорейшего выздоровления, здоровья их близким. Желаю благоденствия и благополучия во всех делах и начинаниях. Пусть Господь своей благодатью покрывает всех вас и ваших близких. С праздником Рождества Христова! Спасибо, отец Александр. Ну, мне просто нечего добавить, я скажу так, потому что наш сегодняшний гость, отец Александр, сказал, наверное, все то, о чем думает каждый из нас. Мира, добра и здоровья нам всем. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСО. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин